доброе утро друзья ну что я оболванилась причем сама представляете я сегодня с родственницей договорилась вот но не сегодня мы с ней уже договорились как бы все замерзла и еще в пятницу я сказала в субботу во вторник сможет ли она меня подстричь она сказала да конечно и в общем сегодня такая мы с ней я пришла на работу говорю приходи у меня никого нету но у меня давно такая мысль была в голове знаете а смогу ли я сама себя подстричь а смогу ли я сама и короче говорю пока если что-то у меня как говорится не так пойдет не туда ножницы лягут то она придет мне все исправит и вот так вот я чики-пуки потихонечку помаленечку и вы знаете я сама себя подстригла вот прям все обычно я стрелу сама себя ну вот наверх как бы вот эта вот часть макушка я не решалась потому что думаю ну как бы не видно вдруг пальцы по обрезу по обрезаю кстати все пальцы целые представляете ни одного пореза ни одного она когда заходит ко мне я прям уже это как говорится уже все везде подстригла там с помощью зеркала все дела она заходит такая смотрит на меня говорит не пойму говорят хочу тебя стричь я говорю а я сама себя она говорит да ладно я говорю да она вот и это а ну мы еще договорились что она придет меня подстрижет а я и эмилирование сделаю бартер такой но мы всегда так делаем она живет рядом родственница племянница она живет прям рядом буквально через соседнем доме и мы всегда с ней так и договариваемся а вот и я говорю ну ты там меня посмотри подровняй сзади там чего она говорит да тут все идеально игры на старалась вот представляете вот так вот я говорю я давно хотела себя кромсать но дело в том что думаю сейчас я подстригу себя а вдруг ты будешь заняты или тебя дома нету и потом мне как бы все это под подделать кто типа кусал типа кусал меня смотрите какой бедла вот я все сюда перенесла потому что муж сказал сегодня машинку заберу я говорю когда он горит в полдень но вы знаете испанский полдень это от 11 и наверное до бесконечности а вот потом поэтому все убрала чтобы они тут мне знаете бедлам сами не устраивали вот ну и боюсь что мы так еще будем жить вот так вот то есть с обувницы здесь еще долгое время я буду ругаться я буду что-то еще делать но а как говорится авоз и ныне там ну посмотрим может быть и правда приедет сегодня заберет потому что в обычную машину машинка наша она огромная не умещается и и отремонтировать в том закутки где вот она стоит там просто нереально потому что там не развернуться очень тесно и вот он там сюда и к себе туда повезет ее и там посмотрит можно ли отремонтировать потому что машинка хорошая и как бы я не хочу другую но если можно отремонтировать почему бы тем более как говорится никаких затрат на это не пойду не надо ну кроме наверное какой-нибудь детали которые сломалась в общем вот так я уже успела пропылесосить повесить белье сушиться кстати нас на завтра обещают дождь прям сто процентов посмотрим вот и что еще там краситься сегодня буду ну вот откуда знаешь что я про тебя говорю а словаться будем иди целоваться покусал отрыжку тебя идет до типа кушал покушал там сухой корм раз в неделю он у меня кушать сухой корм раз в неделю когда мама ничего не дает до счастье моё любовь моя неземная так что вот такие сегодня не накрасилась потому что ну потому что краситься с 30 хотела вот в общем такие планы были да и вторник знаете такой январь февраль самые тухлые месяца ну все понятно да почему да еще и у нас такая ситуация у нас наш город вроде как он и открыт знаете но все соседние города перри за как перри закрывались то есть куда есть ехать то да и вообще я и раньше что никуда не ездил хотя подумываю может быть завтра в неваду если дождь будет торговый центр невада съезжу он представляете на граната у нас тоже за перекрыто туда нельзя ни въезд ни выезд но торговый центр невад находится я всегда думал что в гранате но оказывается нет это уже другая деревушка которая буквально через дорогу в общем туда можно в общем такая путаница куда можно шаг влевый шаг право как говорится штраф ладно пошла себе разогревать плов есть будем доедать что есть вот так вот два дня я наготовлю потом две недели доедаем что есть буду доедать плов и все а там еще и мусака есть ай копыта копыта наверное сегодня буду варить а соус а я их сегодня творю а завтра соусом сделаю вкусняцко будет смотрите мой хлебушек мужу очень понравился вкусный нереально ну конечно выходит дорого но зато ты знаешь что там вот такой вот селедочку себе сделала видите салатик и сейчас вот так лавашком заверну здесь у меня варится мои дети вареники со сметанкой будем кушать короче доедаю все что есть сметана просто нереально вкусно и вот это еще бы 30 процент на это была невкусной ням ням няшечки всем приятного аппетита смотрите я сама ее вытащила отсюда чтобы они мне тут не ходили по моей квартире как говорится вроде сказали что уже едут краситься буду сейчас уже попозже принципе она не тяжелая такая вот я если что-то загорелось то вот вынь да положь это как сегодня тоже разговаривали про 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 покраску я говорю мне вот вынь да положь конечно здесь надо убираться здесь такой трэш ну ладно кстати время уже для того чтобы идти прогуливаться а я вот тут занимаюсь непонятно чем будешь когда где-то мне два яйца я очень сильно жрать хочу блин жрат вы по-моему полной иди даешь нет вот два яйца яйцами питался бы наверное все время короче хотела я на пляж стартануть но там стреляют и чарли ни в какую не идет и вот видите я повернул назад и он стопил назад что там опять стрелять уголки опять эти слышу вот ну ладно сейчас вернусь пойдем по полям тогда что делать мою стиральную машинку увезли теперь она у меня дома стояла месяца два теперь она у него там будет стоять месяца два пока вот не устанет слушать меня каждый день машинка 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 ну почему так я человек такой знаете если мне надо вот я загорелась если не на если бы я умела я бы ее давно починила а так вот я говорю если не загорелась принципе она не тяжелая просто она громоздкая и вытащила вон и нормально а то вот и знаете мужики разрогатились бы вы хотели бы и туда и сюда а это вот как раз время такое у меня для гуляния заехали с тележечкой взяли увезли и все так что блин так хотела на море сходить но вот трус не хочет он уже три раза присаживался и я действительно услышал выстрелы эти пугалки по полям я вчера ходила не интересно ну ладно что не поделаешь ради своего любимого пса ну что буду сейчас обесцвечиваться ну вот быстренько так а потом поставлю обувницу на место в общем а надо еще там полы протереть ну все все как полагается а пока на перчатки надо надеть где-то они у меня тут были 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 хотя бы одну а тут такой едкий порошок этот обесцвечивающий порошок что поехали прохладненько скажу вам обогреватель пока нам не нужен знаете скажите на крещение красишься но ведь купаются же на крещение мне кажется вот на крещение надо приводить себя в порядок быть красивой чистой душой и телом как говорится правильно ну и что такого я сумму не делаю чтобы там я не знаю почему сегодня нельзя краситься я понимаю там какая-то работа или еще что-то хотя не знаю все это знаете обусловлено бог он у нас внутри либо он есть любого нету а то что-то там соблюдаешь пост там или там не ешь что-то все это как говорится второстепенно надо быть хорошими людьми и все и все у вас будет замечательно и и Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Вы знаете, в Лидл или в Валде привезут такой мусорный бачок специально для сортировки мусора. Потому что вот это, например, у меня пластик. Вот это вот картон стоит, видите? И вот это вот... И всегда создается такое ощущение, в общем, неубранности, неубранности, грязи, мусора. Вот. Ну, по мне, лучше пускай так, чем я буду всё вот это вот в одну кучу делать. Так что у меня там с моим обесцвечиванием? Я же чайку себе навела. Сейчас присяду. Бельё сняла. Опс. Сериальчик смотрю. Викинги. Ну, как смотрю. Одним глазом туда, другим глазом смотрю в это. Либо в телефон. Планшета нет. Есть планшет, но я им не пользуюсь. Так, ну, вроде бы всё. А что ты тут ко мне пришёл? Трус. Трусишка, зайка серенький. Не пошёл на пляж со мной? А я так на море хотела. Играется там себе. На море хотела пойти. Как люди. Нет. Вот он. Дома герой. Злой парень. Ротвеллер его называют все. Лев на работе. Он всех гавкает, на всех гавкает. Да? Про тебя говорю. Бессовестный. У меня когда приходят, заходят клиенты. Ну, я дверь закрываю всегда, мало ли. И вот он как звонок на них, типа, оповещает меня гавканье. Некоторые, знаете, а что он гавкает? Я говорю, ну, как что? Приветствует. А что ему надо было сказать? Говорю, привет, как дела? Он же, говорю, собака. И потом всё. Он поприветствовал и ушёл. Вот. И вот люди говорят, типа, это. Некоторые боятся. Конечно, гавкающая собака не очень. Особенно, если она не знакомая. Не очень много приятного. Да? Нет. Сейчас уже все мои клиенты наоборот. На здороваться с ним, представляете? Привет, Чарли. Я говорю, о, блин. Со мной не здоровайте сейчас, Чарли. До свидания, Чарли. Ой, так смешно. Не могу. И смех, и грех. На, значит, наверное, я уже полчаса сижу, минут 10, посижу 15 и пойду смывать. А то вдруг всё, совсем облезну. Ну, такой вот у меня сегодня будет, как это, крещённая, крещённый день. У меня, кстати, сегодня день рождения у тёти, у подруги. Но ни та, ни другая меня не смотрят. Поэтому поздравлять. Я их поздравила. Вот. А во влоге всё равно не смотрят. Чё поздравлять, правильно? Вот так. Молчание. Знаете, когда раньше, когда вот так что-нибудь замолчишь, и вот резко мент родился. Не знаю, почему так говорили. Вас так говорили или нет? Вот у нас так, да. Смешно. Ладно, буду чай пить и посижу минут 10. Ну, вот я и покрасилась. Вернее, обесцветилась. Через несколько дней покрашусь. А пока мне, в принципе, нравится. Как вам? Жду от вас комментарии. Кстати, напишите, вы в проруби купались? Я такая мерзлячка, что мне холодно. У меня сразу ноги судорога сводят, и я бы там, наверное, и утонула. Поэтому я ни разу в жизни не купалась в проруби. Вообще ни разу. И как-то особого, в принципе, желания нет. Вот. Но зато я искупалась. Всё. Сегодня вода вроде бы святая, и даже из-под крана. Поэтому всё хорошо, всё замечательно. Вот. Так что вот так пойду я чайку заварю себе. И рыба моя сладкая уже спит, отдыхает. И вы отдыхаете там или наоборот работаете. Вот. А я с вами завтра прощаюсь. До завтра. Всего самого лучшего. И всем пока-пока.